Добрый день Добрый день Это на 4 часа меня зовут Повторит на всякий случай Вы меня слышите? Хорошо? Хорошо Ну да, давайте как-то договориться Вы хотели, чтобы я как-то выступил у вас, да и что? Я правильно понял? Ну, я-то этого не хотел Я не знаю, что происходит Вы что-то хотели? Поговорить, наверное, или какая? Ну, я хотел просто, как бы сказать Поделиться Той, этот Теорией, которую я создал Ну и, может быть, Вас как-то привлечь Ну Вы уже в этой теме работали в свое время Я знаю, сама сучился Я сказал Я слушал ваши лекции Поэтому так подумал, что Неплохо было бы мне с вами связаться И поделиться И поделиться, может быть, он Короткой вербитой Общую линию в этом направлении Ну, это Поправить все эти, сделать ошибки Я поделюсь все, что там Наковырял в этой области А вы занимаетесь вообще чем У вас интерес к теории Откуда? Ну Я был вообще-то биохимиком В Штатах Но я получил Церковь печени из-за этого Из-за вируса гипотита С Ну и вернулся обратно в Россию Понятно Ну давайте попробуем О чем речь Ну Речь в том, в чем Я Оказалось так, что я Развил идею Максвелла Когда он предполагал, что Килограмм это на самом деле метр кубический на секунду в квадрате Ну и оттуда я поехал Связал все эти Существующую формулу Единую Из которой можно переходить в любую другую формулу Она состоит из 18 компонентов И Ну если взять факториал 18 Это там где-то за 4 триллиона уходит К комбинации Этой формуле Ну и она связывает Объясняет все существующие Это Заразношения в природе Типа Ну такие как Забор сохранения энергии Там И выдох Открытие импульса То Равновесие Дух сил Которая раньше не отсутствовала В физике Это я имею ввиду То что Описывается Гравитационными процессами То что описывается Электромагнитными Они Отсязаны Через Консистент Ну я вывел это Консистент Как он получается Откуда берется К чему это приводит К К чему это приводит К К К Эти силы Между собой Вот с чего У вас начинается Это Все дело Исходная Аксиматика есть В принципе Или нету Да Есть Да Есть Давайте Озвучим Чтобы понятно О чем речь Ну Ну Значит Исходит из того Что В этом Ну в смысле Все эти процессы Которые в мире Происходит Они Это Они Действуют Все Они 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 какой-то площади любого объекта и частотой колебаний процессов, которые у них происходят, скажем, расширение, сжатие, перемещение в пространстве и так далее и тому подобное. И это, в принципе, можно выразить, как, так сказать, место. Я их выражаю через метры, ну, как ленивые, взяв ленивую единицу, место. Но дело можно приобрести вверх и вниз, в правую сторону той линии и влево, не имеет значения, куда идёшь. И если это по отношению к секундам или, наоборот, там происходит умножение, деление, не имеет значения, что мы рассматриваем, то единицы будут именно в этом плане уравновешивать. Я вот приведу пример. Вот, допустим, масса. Она связана с зарядом по типу, как это происходит в глиботином контуре. Вы знаете, да? Значит, там, с одной стороны, идёт идентическая энергия, другая, потенциальная. Если они связаны через массовый заряд, то это будет классическая формула энергии, которая связана именно в глиботином контуре. Вы определением энергии каким пользуетесь? А определением энергии вы каким пользуетесь? Да, то есть, те же самые формы. Только я заменил, скажем, джоулю. Он выражается через метр пятой степени, делённый на секунду четвёртой степени. Почему так? Потому что берётся масса, скажем, которая выражается метр кубический плюс обычный объём. Рич, извините, вас перебью. Я не просто так спрашиваю про исходную аксиоматику. Вот на уровне исходной аксиоматики любая теория разделяется налево или направо. То есть, первое, у неё есть какая-то логическая основа в своём корне. И второе, мы просто там играем в термины, в циферки, что-то там делаем, умножаем, но не можем это объяснить и не можем это сами понимать, поэтому мы не имеем права даже это людям предлагать. Поэтому, если у вас есть какая-то логическая основа, логическая связь, давайте её озвучим. Вот вы говорите, что вы взяли пространственно-временную связь и что... Давайте вот это исходное, первое. Вы построили вашу теорию на пространственно-временной связи? Связи метра и секунды или как? Ну, смотри, степенее. Я их выразил через секунды. Потому что это величина обратная времени. То есть, это выразится как частота. То есть, это в герцах, скорее всего, можно лучше всего выразить. То есть, единица в секунду и единица в секунду квадрате. Так, подождите. Подождите. То есть, вы не пространство и время берёте. Вы берёте число и секунду. Пространство по отношению к частоте колебаний процессов в этом объёме. Пространство к частоте колебания процессов в этом объёме. Ну, подождите. Я же пока не хочу характеризовать, что конкретно себя представляет та или иная частица. Поэтому я беру, что для каковшую характеристику частицы, что она занимает какой-то объём. И в нём происходит какой-то процесс, который имеет какие-то колебания. Так, подождите. Давайте этот тезис повторим. У вас есть частица, она занимает какой-то объём. И в этом объёме происходят какие-то колебания. Да. Это вот ваша исходная платформа. Так. У нас частица, объём, колебания. Так. Да. И поэтому их можно выразить как объём, умноженный на частоту квадрата. Стоп. Что выразить? Чётко. Еще раз. Масса. Масса. Масса можно выразить как объём, умноженный на частоту квадрата. Так. Масса – это объём, умноженный на частоту квадрата? Да. То есть литр, умноженный на 8 в квадрате. Да? 8 и на 8. Зачем вы литр умножили на два значения, а 8 и на 8? Ну, чтобы не делить на время, которое… То есть вы берёте литр и каким-то хаотичным образом убор решили умножить. А вот я на 8 в квадрате его умножу и всё, да? Или как? Логическое основание для этого… Да. Вот мы берём литр, да. Он, допустим, расширяется и сужается. Вот мы его как-то характеризуем, что у него количество этих сужений и расширений, а это имеется какой-то… Подождите, 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 подождите. Расширение литра и сужение литра и вы умножаете литр на какое-то число, умноженное на это же число. Вот это вот объясните, вот это вот… Почему? Нет, не на это. Я открою… Ну, как сказать, сейчас тут только я и баню. Ну, допустим, если я беру… Подождите, подождите, подождите. И мы измеряем объём… Мы поняли, что вы что-то берёте, мы не можем понять, для чего вы это делаете и какая под этим логическая основа есть. Посмотрите, излучение можно описать через что угодно, лишь бы была под этим логическая основа. Можно через… Я не понимаю. Не понимаю. Ну, если кратическую скорость, скажем, это длина волны и умножить на частоту, то у нас есть частота какая-то. Так. Ну, что какой-то процесс имеет периодичность, которая… Подождите, подождите. Можно выразить частотой. Начали вы с пространства… Подождите, Личард. Вы начали с пространства и времени. Да. Вы взяли литр и сказали, что вы умножаете его на число в квадрате. На какое-то число в квадрате. Я, допустим, сейчас не могу сказать, какое число… Какой физический или какой логический смысл умножения литра на число в квадрате? Вот вы взяли литр и умножили его на 8 в квадрате. Какой в этом логический смысл? Вы просто… Допустим, я могу таким образом измерить расстояние. Вам кажется, что это как-то связано с расстоянием, поэтому вы берете литр и хаотично умножаете его на какую-то цифру в квадрате? И расстояние между чем и чем? Вот скажем, я беру Солнце и Питер. Так. Для этого вам нужен литр умноженный на 8 в квадрате? Это не обязательно за литр квадрате. Я беру расстояние от Солнца до Юпитера. Беру это в кубе. То есть объем у меня получается. И умножаем его на периодичность его… Зачем вы умножаете на объем куба это расстояние до Юпитера? Объясните нам вот эту основу. Потом можно дальше идти. И нам… Это и есть основа. Закон Кеплера – это основа, как сказать. Потому что массы выражаются через нем. Хотя это и совсем масса. Потому что в одних случаях это проявляется как масса, в других случаях это проявляется как отношение между объектами беззаряжающими. Скажем, Марс и Земля. Вот такой пример. Алло. Да, я вот… Просто понимаете, я подхожу ко всему… Ну, с логической точки зрения. Я знаю, да. И мне, для того, чтобы понять ваши действия, мне надо, чтобы в них была какая-то логика. Я пока услышал первый тезис, да. Он у вас был с пространства и времени. Да. Потом вы взяли расстояние между Солнцем и Юпитером и умножили на литр. Ну, как пример. Просто объем можно выразить по ширине, длине и высоте, а можно выразить как расстояние от центра до сферы, который находится на каком-то расстоянии, и пусть это здесь как пункт. И будет то же самое, понимаете, да. А объем можно выразить как расстояние? Вы… Ну, я видишь, может… Не только… Он получается как объем. Но на самом деле это не объем. Мы… Мы так вычитаем просто… Эта… 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 Радиуса в кубе. Правильно? В этой ситуации? Ну, в чистом выражении, это тот самый куб. По большому… Ээээ… Так сказать… По сравнению, так скажем. Эээ… Эээ… Так… Иными словами… Ну, давайте… Для того, чтобы объяснить ваши мысли, логические связи, нужно оттолкнуться вот от терминов, от первых, которые вы пользуете. Мы поняли, что у вас есть пространство, которое представлено, допустим, например, в форме литра. Есть числа, например, восемь. Умноженное на восемь. Но пока я не вижу никакой связи между первым и вторым, и зачем вы это делаете, и какие основания у вас? Литр умножить на восемь в кубе. Я, допустим, использую величину, и я буду получить массу таким образом, понимаете? Если я, скажем, не восемь возьму, а единицу, и литр, там, скажем… У меня, этот, один, да? То есть, мы, этот… Ну, 10 на 10 на 10 дециметров. И получим литр, правильно? Так вот, в этого литра один килограмм. И поэтому оттуда можно бы считать, что… Подождите, масса, она связана с литром через плотность. Мы пока про плотность вообще даже говорить не пытались. Мы дойдем до плотности. Я просто объясняю, что такое килограмм в этом видении, что это то самое, что метр кубический, это, то можем и на герц в квадрате. То есть, вы плотность заменяете чистотой в квадрате? Вот, если мы знаем объем, мы, значит, можем вычислить его частоту. Подождите, чистоту колебаний материи в этом объеме? Да. Она не связана с объемом вообще, вы сейчас что-то говорите некорректное. Потому что в этом объеме, в этом литре может быть разная материя. Разная частота может быть. Правильно. Она будет разной частотой. Частота, по случаю, будет напряженностью этого объекта. Стоп, стоп. Но, значит, база исходная формула у вас некорректна. Потому что ваш литр с частотой вообще никак не связан. Почему не связан? Ну, не связан. В одном и том же литре может быть разная частота. Литр не по массе, а литр мы берем по его объему и берем по его частоте. Литр никогда не берут ни по массе, ни по частоте. Литр всегда берут по объему. Вот всегда. Величина объема. Поэтому вот эти вот звуки, которые вы произносите, они некорректны. Так я просто и говорю. А масса его будет? Это напряженность. И почему она получается? Напряженность чего? Так, вот у нас частота, время, пространство вошло. И хаотичное использование терминов, что-то вы... То литр умножите... Я пока не понимаю. Мне бы понять исходный у вас тезис. У вас должно быть какое-то утверждение. Я считаю, что если литр умножить на килограмм, будет то-то, да? Или если литр умножить на восемь в квадрате, будет то-то. Нет. Давайте разберемся, что мы понимаем под литр. То, что понимают все люди. Это объем. Да. Это объем. То-есть на десять на десять десиметров. Да. А если мы умножим его напряженность... Стоп. 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 Напряженность литра? Литр умножим на его напр... Нет. 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 Это напряженность вещества в этом объеме. Это то же самое, что и его плотность. Плотность и напряженность одной тоже. Некорректный тезис. Плотность и напряженность. Определение напряженности в студию тогда. А что сказал? Наверное. Это определение. Так. То-есть вы вообще не пользуетесь определением. Вы пользуетесь звуками и сомневаетесь в корректности этих звуков. Ну, напряжение. Вы сказали, что определение некорректно. Кто он? Почему? Если можно сказать, что частота может быть разного вида, не только звуковая, а электричная и так далее. Частота колебаний материи в пространстве, да? Да. То-есть балалайка колеблющаяся в квадратном кубометре. Будет иметь другую вес? Другую массу или что? Нет. Она будет зависеть от того, какая напряженность вещества. Ну, то-есть его собственные характеристики. Ну, вот все сильно натянуты струны. Кто-то по балалайке бренчит. Она создает колебания. Вот у нас должна меняться масса этого куба, содержащего балалайку? Нет. Да. Потому что если она меньше или больше, это и частоты собственные. А у них уволение не окажется. Кто-то оттолкнется, как к твердой поверхности, и рассеется, и отразится. Все. Так. Подождите. Если у вас масса этого куба не зависит от колебаний струн балалайки, не зависит от их напряженности, от их натяга? Она зависит только от собственных колебаний, которые у него собственные. У кого? У балалайки, как материи, находящейся в кубе. Да. У него балалайки. У тебя она, если она дает звучание, этот, струн, если просто повязанный, и там не будет этот контакт с балалайкой, звука не будет. Он не знает. Нет. Мы пока про колебания говорим и про напряжение. Вы эти термины начали использовать. Да. Потому что напряжение и колебания – это одно и то же. Потому что я сказал… Я не понимаю. Вот это нарушение первого закона логики, когда что-то у вас является одним и тем же. Имеет не одно значение, а значит не имеет ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, объяснительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить. Да. Вы говорите, напряжение у вас одно и то же. Как и что там… Ну, формы там можно понимать, что это разные, это. Хотя, увы, одинаковое со своего действия. То есть, электричество, когда идет волна… Но здесь не назначиваешь яку, и что мне нет. Вот так как отработался второй скамó aspects уже försедом и рассказал с ядером «Ют». Менеть в четверти ибо вариант баржат》 все-таки mechanismsano,